МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственной частью следственного управления МВД по республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 240 Уголовного кодекса РФ вовлечение в занятия проституцией. Платные услуги интимного характера оказывались в студии релакс-массажа, расположенной в Саранске. Салон начал действовать осенью 2017 года. Как установлено в ходе предварительного следствия, 37-летний директор и 26-летний администратор заведения путем уговоров и обещаний быстрого обогащения привлекли к оказанию платных услуг интимного характера не менее 4 девушек. Объявления о предоставлении работы массажиста размещались ими в сети интернет. Во время собеседования руководство студии выясняло, готова ли девушка в ходе сеанса оказать клиенту дополнительные сексуальные услуги. Каждый из них был обещан гибкий график, предоставление в случае необходимости жилья, безопасность, обеспечение постоянными заказами. Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками следственной части следственного управления вместе с сотрудниками МАБОП, УУР и МВД по республике Мордовия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых. В июне текущего года сотрудниками МВД России Краснослободский в ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт незаконного хранения оружия, пороха и боеприпасов 58-летним жителям села Новое Зубрево. Выяснилось, что подозреваемый получил в подарок от родственника огнестрельное ружье, оформил право на его хранение и использование и применял оружие в личных целях. В 1993 году мужчина был осужден за совершение преступления и потерял указанное право. Однако оружие и боеприпасы к нему не сдал и после отбывания наказания продолжил использовать для охоты, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за такой проступок. Полицейскими были изъяты огнестрельное гладкоствольное ружье ТОСБМ 1954 года выпуска, 14 самозарядных патронов и порох массой 202 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Саранске вынесен приговор в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 17 февраля в полицию поступило сообщение с больницей. Медицинское учреждение с множественными ушибами мягких тканей головы и туловища был госпитализирован 61-летний пенсионер, который спустя непродолжительное время скончался. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали причастного к совершению преступления. Как установили полицейские, обвиняемый находился в квартире потерпевшего по улице Комарова в Саранске. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла словесная ссора, причиной которой стали нецензурные выражения со стороны хозяина жилища. Возмутившись поведением знакомого, гость нанес ему более 20 ударов руками по различным частям тела. Скорую помощь и полицию вызвали соседи, которых насторожил шум в квартире. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 25 июня 2021 года в 21 час 55 минут в результате пожара в Ленинском районе города Саранска в доме номер 20 по улице Олега Кашевого погибла женщина 1973 года рождения. О пожаре сообщили соседи, когда почувствовали запах дыма. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС России. По прибытию на место пожара наблюдалось сильное задымление на лестничной клетке. Повреждена внутренняя отделка и имущество в квартире на общей площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Два дорожно-транспортных происшествия произошло в Розаевском районе. 25 июня 2021 года в 15 часов 30 минут на автодороге Саранск-Розаевка 55-летний водитель автомашины Хёнде совершил столкновение с автомашиной Мазда. В результате ДТП 28-летний водитель Мазды и 23-летняя девушка-пассажир были госпитализированы в больницу. Водитель автомашины Хёнде трезв. 26 июня 2021 года в 22 часа напротив дома 117 на улице Зелёной в городе Розаевка 34-летний водитель автомашины Рено Меган совершил столкновение с автомашиной Рено Логан. В результате ДТП 28-летняя девушка-пассажир Рено Логан доставлена в больницу. Оказана медицинская помощь, назначено лечение. В отношении водителя Рено Меган составлен административный материал о невыполнении законного требования у полномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель Рено Логан трезв. И ещё одно ДТП с участием автомобиля Рено. 26 июня 2021 года в Октябрьском районе в 22 часа 7 минут на автодороге Восточный обход городского округа Саранск 34-летний водитель Рено Сандера выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Ауди под управлением 18-летнего водителя. После столкновения Рено Сандера по инерции отбросил наехавшую во встречном направлении Тойоту. В результате ДТП водитель Ауди 80 оказался в больнице. При этом он, как и водитель Тойоты, был трезв. А вот водитель Рено Сандера от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные материалы за невыполнение этого законного требования у полномоченного должностного лица. Рено Сандера Рено Сандера